Это Даулет, столица Казахстана. В преддверии поединка Геннадия Головкина против колумбийца. Почему-то панамский флаг. Просто, может быть, панамец работает в конюшне колумбийского промоутера. Не знаю, вот по данным самого достоверного источника, я имею в виду бокс-рек, написано, что это боец из Колумбии. Итак, Гена Головкина выходит. Рядом с рюмканомосером сейчас Олег Герман, промоутер Гены. А вот оно в чем дело. Дело в том, что родившийся в Колумбии и долго живший и тренировавшийся в Колумбии Нильсон Хулио Тапио своей резиденцией, то есть базой, имеет город Чепо в Панаме. Не знаю, я столько вмещаю этот головец спорта, но более чем уверен, что заполнен до отказа. И, наверное, первые лица республики наверняка присутствуют не только спортивные функционеры, но и политики сейчас в ожидании боя. Затягивает с выходом Геннадий. Правильно делает. Пускай понервничает его соперник, который вышел в эффектной соломенной белой шляпе в ринг. Как мы знаем, темнокожие бойцы любят красочные представления на выходе. Итак, друзья, мы в прямом эфире на телеканале «Боец». Смотрим начало поединка, а точнее выход в ринг Геннадия Головкина, который сейчас будет сразу сражаться за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе. Геннадий Головкин выходит в ринг в более традиционной для боксера амуниции, хотя вот его халат, очевидно, расшит, декорирован цветами национального орнамента казахского. Мы уже говорили о том, что этот год чрезвычайно удачен для карьеры, успешен для карьеры Гены. Не только по его победному шествию, можно об этом судить, но и по тому, что предоставлены бои такого уровня. Давайте постучим по дереву, чтобы этот год так же успешно и завершился, каким он был на протяжении 11,5 месяцев. Волнуется Геннадий. Бой на родине – это особая ответственность. Не думаю, что бы, тем не менее, он волновался больше, чем обычно. Он профессионал, тертый и опытный боец, повидал много всего как на любительском, так и в профессиональном ринге, поэтому волнение – это такая материя, которая абсолютно неизбежна, и которую нужно правильно использовать. Вспомним школу управляемого страха знаменитого Каса Д'Амата. Как панамский боец представляется Тапия. Сейчас Дмитрий Пирог в Геленджике, наш чемпион мира в среднем весе, по версии WBO, наблюдает за событиями этого боя. Дмитрию чрезвычайно интересен Геннадий. У них должен был состояться спарринг за границей, но не случилось этого. Тем не менее, знают боксеры друг о друге и, наверное, более чем уважают друг друга. Без сомнения, это так. Дамы и господа, также позвольте представить промоутера боя Олег Герман. По официальным данным, имеющимся у нас, на 4 сантиметра колумбиец выше, чем Геннадий Головкин, хотя вот так вот на вскидку, по внешнему виду, кажется, что больше, чем на 4 сантиметра. Сантиметра на 5-7. И генерального секретаря Казахстанской Федерации профессионального бокса, кавалера российского ордена Александра Невского 2-й степени. Итак, группа ТАХ и Олег Герман, и Макс Герман. Это команда, которая ведет Геннадий Головкина, и, надеюсь, движение будет успешным. Можно поздравить эту команду с прекрасной работой в 2010 году. Звучат гимностран. Геннадий Герман Звучат гимностран. Геннадий Герман Звучат гимностран. Геннадий Герман Звучат гимностран. Геннадий Герман ПЕСНО Субтитры подогнал «Симон» 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 Панамцы или колумбийцы, как он указан в рекорде, боксера из Панамы, Тапиа. Вот негоже, конечно, комментаторам делать преждевременные выводы, и тем не менее у меня складывается ощущение, как и в том бою, который мы с вами наблюдали, я имею в виду 58-секундном, что не соответствует классу Головкина панамец. Есть еще важное искусство менеджера и промоутера – грамотно вести своего боксера так, чтобы он рос от поединка к поединку. Возможен ли рост Геннадия в условиях таких соперников, которые мы видим в последнее время? Я думаю, стратегия промоутеров, нынешних промоутеров Геннадия абсолютно верна. Сейчас Геннадий должен утвердиться в статусе чемпиона мира, а уже в будущем мы будем желать ему не только побед, но и звонких и таких классных боев, которые принесут ему, кроме славы, еще и хорошие гонорары. Бой титульный, поэтому дистанция довольно длинная. Нужно грамотно рассчитать силы, работать экономно, знать, когда вкладываться в удар. Пока очень приятно выглядит, отлично выглядит Геннадий. Прежде всего в том, что он не форсирует события, никакой шелухи в ринге мы не видим. Четко делает свои работы. Второй апперкот пропускает, к сожалению, Геннадий сейчас на дистанции ближнего боя, на движении вперед на соперника. Более короткие удары снизу стал наносить Панамец. Я думаю, сейчас Геннадий внесет коррективы, немного сдвинет руки. Попадать стал панамский боксер. Геннадий задумался. Нельзя давать панамцу привыкать к этой монотонной работе. Нужно уже переходить к более решительным действиям, к тому же совершенно невооруженным взглядом и видом, насколько мощнее бьет Геннадий. Да, не давать пауз, оказывать психологическое преимущество, давление, да, вот такие серии пробивать и ставить соперника в неудобное положение. Как хорошо работает корпусом Геннадий, толкая соперника, лишая этого равновесия, и в момент попытки равновесия восстановить наносит удар. Я бы, если мне будет позволено, вот бы что посоветовал Геннадию. Сохранять спокойствие, целеустремленность и при этом добавить немножко драйва, добавить сердце. Я думаю, в углу подскажут секунданты. Я думаю, что это единая команда, единый коллектив, коллектив с опытом побед, знающие возможности Гены. Профессиональный боксер должен уметь менять стиль, переключаться. Особенно такой, как Геннадий. Геннадий – боец, который претендует больше, чем на звание чемпиона мира, на статус звезды. Два раунда позади. Притих зал, очарован боксом, загипнотизирован боксом в зал в Астане. Публика, которая собралась в спорткомплексе «Доолет» сейчас. Вот наш телезритель, который недавно звонил, нам сказал, что он хотел бы победы Геннадия Головкина в первом раунде. Такое двойственное желание, мне кажется, у всех собравшихся в этот день перед телевизорами и на арене. С одной стороны, все хотят быстрой и уверенной победы, с другой стороны, хочется зрелища и какой-то интриги. Определенные надежды на интригу во втором раунде «Панамец» нам дал. С первых секунд третьего раунда попытка Геннадия работать в ближнем бою. Часто, да, очень часто пытается пробивать апперкот колумбийцы. Я думаю, что пора уже Геннадию вычислить алгоритм этого удара и воспользоваться тем, что колумбийцы для этого удара слегка опускают руки. Более короткие, точные удары у Гены. Здесь очень важна скорость работы руками в ближнем бою, умение выбрать угол для атаки. А вот апперкот, причем весьма удачный, немножко потрясший «Панамца», уже его же оружием «Панамца» ответил Геннадий Головкин. Ну, что Геннадий торопится, мне кажется, нужно иногда поближе подходить к сопернику. Как бы немножко идет за руками. Есть некоторые успехи в отдельных эпизодах, но заводиться не следует, поскольку отнюдь еще не созрел и не потрясен «Панамец». Вот сейчас идеальную защиту против апперкотов выбрал Геннадий. Он старается держаться поближе к «Панамцу» и тем самым лишает его возможности четко и точно пробивать этот удар снизу. Сравнивая с Дмитрием Пирогом, конечно, нужно сказать, что Геннадий и боксер более такого силового направления. Если Геннадий выбрал работу корпусом и разыгрывает доверного, Геннадий все-таки пытается соперника перерубить. И вот мы видим сейчас на конвасе ринга «Панамец». И опять, опять крюк. Великолепный крюк в исполнении Геннадия Головкина. Нокаут. Давайте до последнего сейчас останемся в Астане. Не будем пока выходить в студию. Нам еще должен позвонить Дима Пирог, который сейчас в Геленджике, внимательно следит за событиями здесь, на этом ринге. Прекрасная победа. Опять все началось с левого крюка в область виска. Этот удар, собственно, и решил бой. Заметьте, Алексей, в предыдущем бою нокаут левой рукой, левый крюк чуть повыше виска, верхнюю часть головы. То же самое мы наблюдали с вами сегодня. Пятый нокаут подряд. Это, я вам скажу, серьезная заявка на то, чтобы в мекке мирового бокса в Америке обратили на тебя внимание. Давайте посмотрим победную комбинацию. Вытягивает противника на себя Геленджик, делает шаг назад и тут же обрабатывает его. Сейчас мы увидим удар хороший в область печени. Вот он. Вот удар по печени. И не выдерживает этот удар панамец и падает на канвас ринга. Да, даже неизвестно, какой удар стал решающим. То ли удар левый крюк в область виска, то ли удар по печени. Я думаю, и тот, и другой сложились и не дали возможности панамцу продолжить бой. Ну, как я уже сказал, проглядывалось в некоторые моменты, конечно, невооруженным взглядом, что не чета Головкину его соперник. Хотя и нельзя назвать, конечно, четвертый номер мирового рейтинга боксером слабым. Но, видимо, бокс, предложенный Головкиным, не подходил для него. Ни по скорости, ни по мощи, ни по тактическим каким-то воплощениям. Я думаю, друзья, сейчас, когда пройдет церемония награждения, мы еще раз посмотрим с местной ПТС включение повторов этого боя, эпизодов этого боя. И выйдем в студию, где мы работаем в прямом эфире, послушаем ваши звонки, обсудим еще раз подробные нюансы этого поединка. Я же хочу отметить, что это первое досрочное поражение в карьере ТАПе, что тоже делает Геннадию Головкину честь, несомненно. Итак, довольно короткий срок. Мы с вами посмотрели два боя Геннадия Головкина в прямом эфире на канале «Боец». Первый состоялся в Панаме, на арене Робота Дюран, где был низложен боксер в первом раунде, боксер из Колумбии, Нунис. И завоеван первый титул для Геннадия чемпиона мира, тогда назывался «Временный». И вот сейчас уже регулярный пояс украсит корпус нашего бойца из Казахстана. То есть он становится абсолютно легитимным и полноправным чемпионом мира, вступает в права короля. Что ты скажешь для наших болельщиков? Добрый вечер! Я, конечно, хотел бы в первую очередь поблагодарить за то, что я приехал сюда, за то, что мне удалось. Такая встреча с вами, дорогие мои родные, мои болельщики, мои друзья. В первую очередь я хотел бы сказать спасибо этому большому, этому спорту, именно боксу. Так как в данный момент возглавляет Тимур Скороевич Кулебаев в нашу федерацию. Это первые люди, которые делают для нас праздник, то есть День Независимости. И этот вечер мы смогли сделать, мы смогли подарить именно вам, именно нашим болельщикам и спортсменам. А также хотел бы поблагодарить ту команду, начиная с моей любительской карьеры, что я всегда был сердцем в Казахстане, что я всегда боксировал за Казахстан, по благам Казахстана, а это благодаря Бекетту Махмуду Собобеговичу. Спасибо большое. Моя любительская карьера. И профессиональная карьера, я думаю, у нас сейчас хорошая команда. Мы будем поднимать наш флаг и будет звучать наш гимн на самых высших вершинах мира. Вам всех с праздником! Спасибо за поддержку! Спасибо и тебе, Геннадий! Удачи! Итак, в прямом эфире на канале «Боец» завершился поединок Геннадия Головкина за титул чемпиона мира по версии WB в среднем весе. Поединок, который он завершил досрочно в третьем раунде, нокаутировав противника из Панамы, который, правда, в рекорде указан как колумбийский боксер, боксер Нильсон Хулио Тапиа, до этого не имевший досрочных поражений. Это новая вершина, которая везета Геннадия Головкина, боксером с прекрасным любительским прошлым. Геннадия Головкина,